В связи с тем, что мы начинаем передавать функции на то и других функций, возникает желание писать короткие функции еще более коротко и лаконично. Для этого в языке Python есть лямбда-функции. Лямбда-функции в языке Python — это всего лишь синтаксис для создания новых объектов функций. И синтаксис достаточно простой. Сначала у нас идет ключевое слово лямбда, затем мы указываем до двоеточия аргументы, которые принимает наша функция, в нашем случае это аргумент x, и здесь стоит отметить, что здесь верны все те же правила, которые верны для аргументов обычной функции. То есть мы можем определить аргументы, которые со звездочкой, с двумя звездочками, можем также определить аргументы со значением по умолчанию. Затем после двоеточия следует одно выражение, и это одно выражение должно быть возвращаемым значением нашей функции. Получается, что в нашем коде мы сначала создали объект функции, используя синтаксис лямбды, а затем присвоили имени even ссылку на данную функцию в оперативной памяти. Но самое замечательное в синтаксисе лямбда заключается в том, что мы можем подставить их прямо внутри функции. Мы можем обратить внимание, что в нашем коде мы нигде не вызываем функцию even, мы лишь передаем ее одним аргументом. Поэтому мы можем избавиться от имени even и передать лямбду целиком вместо аргумента. Таким образом мы можем убрать ключевое слово лямбда отсюда, подставить его сразу вот сюда, убрать данную конструкцию, запустить данный код и убедиться в том, что когда мы опять же введем числа, у нас снова останутся только четные. Синтаксис лямбда функции изначально задумывался очень простым. Сначала у нас следует ключевое слово лямбда, затем мы описываем аргументы, которые принимает наша функция, а затем мы в одно выражение пытаемся описать возвращаемое ей значение. Поэтому если вы пишете функции, которые изначально что-то вычисляют, лишь затем возвращают значение, то вам все-таки лучше писать обычные функции. Прежде всего вам будет сложно написать большую функцию внутри одной лямбды, потому что вам нужно использовать лишь одно выражение. Во-вторых, длинные лямбда функции очень сложно читать. Когда же мы еще передаем функцию внутри другой функции? Прежде всего вспоминается, конечно же, сортировка. Когда мы вызываем метод сорту списка, то мы можем передать именованный аргумент key. Мы можем передать туда функцию, которая будет сначала высчитана от всех элементов нашего списка. И затем наш список будет сортирован не по порядку элементов, а по порядку значений данной функции. Пускай у нас есть заданный вот в таком формате список имен, где каждое имя описывается кортежем, который состоит из частичек данного имени. Мы бы хотели отсортировать данный список по суммарной длине имени. Давайте напишем данную функцию length. Она принимает имя в нашем формате, склеивает его по пробелу, а затем возвращает длину данной строки. Казалось бы, все просто. Давайте теперь посчитаем длину каждого имени из нашего списка, выведем его на экран, а затем используем этот сорт, передав в качестве ключа функцию length. И тоже выведем ее на экран. Мы видим, что самое длинное по длине имя, это, конечно же, Gwidovan Rossum. Оно состоит из 16 символов, затем у нас будет Haskell Carrey, оно содержит 13 символов, и затем 11 символов будет содержать склеенное имя John Beckus. Так как мы перебитали функцию length в качестве ключа при сортировке, то мы будем сортировать наш список по возрастанию длины их имени. То есть сначала у нас будет John Beckus, потому что его имя самое короткое, затем у нас будет Haskell Carrey, а затем у нас будет Gwidovan Rossum. Таким образом, передав дополнительную функцию в качестве аргумента key, мы сначала вычислили значение данной функции на каждом элементе нашего списка, а затем отсортировали наш список именно по этим значениям. Однако, если бы я не хотел использовать функцию length дважды здесь и здесь, то, вероятнее всего, я бы просто написал одну lambda-функцию, которую бы им передал аргументом в наш метод sort. Я бы написал lambda, передал бы имя name в качестве аргумента, и вернул бы значение длины нашей строки, которую мы склеили из элементов нашего имени name. Я бы вывел на экран результат и убедился в том, что мы отсортировали его в правильном порядке.